Негоден перепроверят, болен, вылечат. В последние дни СМИ активно писали об ужесточении правил военного призыва. Особенно в части медицинских комиссий. Это чтобы уклониться от призыва было сложнее. Барнаульцам такая инициатива понравилась. А сейчас просто ужесточают условия призыва. Вы правильно делаете. Правильно, да? Об ужесточении условий, если честно, отношусь также положительно, потому что официальная причина должна быть для того, чтобы не ослужить. На самом деле у нас сейчас в стране нужно воспитывать мужской характер, потому что немного начинает скатываться она куда-то именно. И поэтому это нужно делать. Новые поправки якобы расширят полномочия врачей. Например, позволят отправлять призывника в военный госпиталь, перепроверять диагноз. Но оказывается, председатель комиссии уже сегодня обладает не меньшими полномочиями. Если вызывает сомнение данные, которые мы получаем с муниципальных лечебных учреждений и так далее, мы вправе направлять в краевое лечебное учреждение. Если нас даже это не устраивает, мы вправе, согласно федерального закона, да не то, что потребовать, а мы решаем это, решаемый вопрос. Организовать консилиум с привлечением главных специалистов Министерства здравоохранения Алтайского края. А также вызывать на повторный осмотр, направлять на лечение. Все это врачи военкоматов могли и раньше. То есть практически все предлагаемые инициативы уже давно используются на практике. Более того, о так называемых нововведениях даже председатели военно-врачебных комиссий слышали пока только от журналистов. Я, во-первых, не могу понять, инициатива от кого исходит. Потому что по нашим каналам, по нашим данным нет такой информации, что какая-то будет инициатива. Инициатива действительно есть, но в пояснительной записке к проекту закона говорится, что он направлен только на формирование правовых основ. Фактически для врачей и призывников ничего не изменится. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует.